здравствуйте друзья с вами николай я рад вас видеть у себя в гостях как и всегда в принципе сегодня поговорим о монеточках серебряных снова недавно говорили но ничего поговорим еще раз потому что тема интересная говорить на нее можно бесконечно кто следит за моими видосиками тот знает что я приобрел себе новый альбомчик и уж больно мне хочется в этот альбомчик поместить какую-то монетку для начала я думал ну-ка я туда положу какую-то серебрушку и вот просто наткнулся есть у меня такая монитосинка это британская австралия 6 пенсов нравится мне очень эта монеточка кенгуру со страусом я решил положу ка я ее в этот альбомчик и сейчас уже запаковал ее в холдер и она скоро туда ляжет и на этом начнется эпоха заполнения моего первого альбома конечно все я серебром не затолкаю ребят у меня нету столько серебряных монет к сожалению поэтому буду класть и другие монеты я подумал нужно положить для начала еще одну серебрушку и есть у меня вот такие вот монетки австро-венгрия интересные монеты и это наверное тоже одно из моих самых любимых направлений в нумизматике это то что я буду продолжать коллекционировать по мере своих скромных сил и возможностей и пополнять свою коллекцию очень я люблю серебро старинное это не настолько старинное серебро ведь ему до 110 лет условно говоря это венгерского типа кстати монета пять корона вот этот коронами венгрии красивый очень дизайну монеты держит ее ангелы ну просто супер и вот я как раз решил такой вопрос обсудить вот у меня тоже есть монетки австро-венгрии но уже современной австрии робин гуд я покупал инвестиционки это из той же серии посвященная монетка венского монетному двору вот что вам нравится больше вот все-таки мне душа ближе вот к все-таки к старинному серебру да красивое инвестиционное серебро бывают здоровские монеты классного дизайна вот если взять самого-самого-самого известного распространенная астрийская вот прям как показатель филармоникер но цена на вот эти две монеты приблизительно одинаковая до в районе двух тысяч рублей но здесь да унция серебра это целых там 31 грамм а здесь ребят не помню сейчас у меня тут недалеко есть весы упс сейчас мы и проверим грамм наверное 20-25 в такой монетки должно быть не знаю видно вам не видно здесь 24 почти грамма в этой монете до поменьше но все-таки душа у меня к таким лежит монетам ох как ох как мне хочется их заполучить очень много монет которые чеканилась огромным тиражом по всем странам старой европы я не знаю и в италии и франции в германии полным-полно и они принципе доступные монеты в районе нескольких тысяч рублей и их я хотел бы себе конечно в коллекцию всех заполучить очень много чего у меня нету и очень много чего я хочу но к сожалению возможности у нас у всех хоть и разные но я думаю в основном ограничены вот это кстати монетка австрийского типа вот она кстати вся австро-венгрия вот пять корон это венгерская монетка это австрийская монетка опять таким кому как нравится кому то нравится когда почище серебришка кому то нравится когда она чуть-чуть со временем немножко потускнела напишите комментарии как вам больше нравится иногда очень здорово блестит но вот конкретно в этот раз мне кажется она немножко более грязненькая и не хватает ей вот этой темной патины которую я так сильно люблю вот эту наверное монетку я почищу серебро в принципе чистится очень легко гурт у этой монеты шикарный просто посмотрите как он классно смотрится красота просто обалдеть в этой монетке не такой четкий прочекан поэтому он не так люксово смотрится а тут я прям еще кайфую все таки вот серебро начало 20 века конец 19 века уже очень высокого качества чеканки были монетой очень классного дизайна видно было что когда мастера этим занимались и очень они меня влекут ну и современное серебро конечно тоже клёвое но на любителя я считаю что эта тема достаточно популярная сейчас а может быть дальше будет набирать популярность поэтому я потихонечку монеточки приобретаю вы знаете я освещаю их своих блогах но вот такого добра я тоже хочу себе со временем накупить ну что сейчас поставлю на паузу запакую ее в холдер и закинем мои первые монетки в альбомчик и тем самым откроем эпоху заполнения моего первого альбома запаковал я монетку в холдер не знаю может быть чуть-чуть перестарался тоже запаковал я ее в 37 с половиной может быть надо было ее в 39 с половиной наверное ей бы там было чуть-чуть поуютнее ну да ладно посмотрим господи если что сменю этот холдер ну и что непосредственно сам процесс закладки сейчас я чуть чуть выше камеру подниму потому что альбомчик здоровенький ой-ой-ой как затряслось так вот он наш красавец кстати напишите вы вот этими прокладочными листами пользуетесь они идут в комплекте они для какого-то визуального разделения одного ряда монет от других монет или для чего вообще требуется я пока еще не сообразил и первые две монеточки первые две серебрушечки отправляются в мой альбомчик но давайте родные скоро мы к вам кого-нибудь еще подселим перчатках не очень удобно не знаю надеюсь вам видно дорогие друзья сейчас мы его откроем листья конечно хорошо ходит и вот так вот две монеточки две красотулечки в разные стороны смотрят дядьки обиделись друг на друга ну да ладно ребят вместе вам будет комфортно друзья напишите пожалуйста свое мнение в комментариях что вы думаете инвестиционные или старинные потому что инвестиционки в принципе можно купить недорого у проверенных продавцов у официальных дилеров ты знаешь что это не фуфил что это нормальная монета пускай и современного производства кто-то там собирает три страйки например которые по дизайну старинных монет но современного производства а можно купить себе что-то такое постарше приблизительно за ту же самую стоимость но есть шанс что тебя облапошут если ты не обладаешь должным количеством знаний ну в общем наверное и все кому что нравится друзья в общем пишите мне будет интересно с вами пообщаться на эту тему альбомчик мы закрываем и откроем в следующий раз когда будем докидывать подружек к монетам спасибо вам друзья за просмотр всем пока